Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 11 ноября, на улице минус 10. А я хочу поговорить с вами еще об одном сорте томатов, который для меня является новинкой, который попал ко мне совершенно случайно, но который останется в моем огороде, я думаю, надолго. Он мне очень понравился. Вот знаете, я уже говорила, что все томаты попадают к нам разными путями. Какие-то покупаем в магазине официально, какие-то выписываем где-то у частных коллекционеров, какие-то приходят в видеообмена. А вот этот сорт, о котором я сейчас буду рассказывать, он пробрался самовольно ко мне в огород, в теплицу. Я расскажу, как. Мне пробрался, прилетел даже с Белоруссии, что очень странно, конечно, очень издалека. Мне Малирова Валентина из Белоруссии прислала свои самодельные семена, банановые ноги, потому что в прошлом году шло очень активное обсуждение, хороший это сорт или нет, какой лучше у нас или где-то может за границей. И она дала мне попробовать, какие у них банановые ноги в Белоруссии. Ну скажу, что у нее банановые ноги точно такие же, как у нас. Я вот высаживала от партнера, мне присылала Мария Приходько. Но самое интересное, что среди банановых ног одно семечко было не банановые ноги. И я даже сначала не поняла, потому что, ну, кустик вырос, начали формироваться пальцы вот эти, ну, начали помидорки вытягиваться, вот такие маленькие крошечные, но пальчики и пальчики тянутся и тянутся. Потом, когда я посмотрела, они начали утолщаться, и вместо вот этого носика, как у банановых ног, начала появляться дырочка, как у Казанова, я поняла, что это совсем другой сорт. И когда они вместо желтого приобрели такой ярко-оранжевый цвет, я сразу поняла, что это сорт пришелец какой-то другой. Тут мне зрители подсказали, что, скорее всего, сорт Эрос. Название я слышала, но ни разу не видела. И когда я уточнила информацию, проверила, все, почитала статьи, посмотрела там фото, сверила, оказалось, что это действительно Эрос. Но чем он меня заинтересовал, и почему я хочу вам рассказать о нем, это то, что о нем очень разные мнения, и тут же сразу зрители некоторые начали писать, что очень невкусный, хуже томата нет, чем Эрос. Но попробовав сама этот томат, я удивилась, как о нем могут писать какие-то плохие комментарии, когда он вкусный. И неделю назад я снимала видео, дегустирую там томаты из подвала. И еще одно очень такое, ну, отличное свойство, которое я обнаружила у этого томата, он идеален для длительного хранения. Как сейчас видите, средина ноября, маленькие Эросы целые, они такие вкусные, они такие мягкие, сахаристые. Ну, все, что нужно для томата, для длительного хранения, все я в нем нашла. Так что вот, кто хочет продлить себе лето, кто хочет зимой кушать свежие, вкусные, и очень красивые, яркие томаты, это вот один из тех солнечных томатов, глядя на которых прям настроение поднимается. Это сорт Эрос. Но это еще даже не все. То, что он прекрасен для хранения, потом, когда я начала информацию о нем искать в интернете, он мне понравился еще больше, оказался он не очень обычный томат, не просто там какой-то заурядный. Сейчас я расскажу вам о нем все. Так как я первый год его выращиваю, ясно, что всю информацию я беру из сети. И хотя мне многие говорят, но в сети мы можем сами прочитать, зачем вы нам читаете, я все равно буду это делать, потому что кто-то ни разу не видел и не слышал об этом томате ничего, и может быть ему удобнее сразу всю информацию получить в одном месте, вот посмотреть, послушать, например, отзыв мой, того человека, кто его выращивал и уже покушал, и послушать информацию дальше. Вот смотрите, что о нем написано в сети. Томатерес никогда не утратит актуальности благодаря изысканному приятному вкусу и оригинальному внешнему виду плодов. Выведен он аж в 76-м году, так что это не новинка, это новинка для меня и для некоторых из нас, но выведен он в 76-м году, это очень давно, и выведен он в Чехии, так что это действительно пришелец, это сорт иностранец. Милан усилиями Милана Содомки, вот такой весь лекционер, о котором я ни разу вообще не слышала, теперь знаю, что Милан Содомки выведен у нас Эрос. Помидоры напоминают аурию, есть такой сорт, как подвид казанова, он напоминает и казанова, но он меньше и цвет оранжевый, идеально подходит для летних салатов, а сорти для консервирования. Можно выращивать в теплице, в открытом грунте, он высокорослый, среднеспелый, средний размер плодов и оранжевый. Характеристика сорта. Вот этот томат относится к нештамбовым, индотерминатным сортам. Высота стеблей может достигнуть 2 метров. Стволы крепкие, сильные, нужна обязательно фиксация, то есть подвязка, нужно посынкование, кистями, так же, как вот банановые ноги. Потом, средняя масса, 150-80 грамм, но вы понимаете, что вот эти, которые уложены на хранение, они, конечно, самые маленькие. Эти сорваны были зелеными, то есть это самые последние плоды. Те, которые вызрели первыми, мы, конечно, их съели, потому что у меня так получается. Если сорт какой-то, ну, неизвестный, я не могу его идентифицировать, я его уже не могу никуда больше применить, ни на семена, никуда, я его пускаю на еду. И вот, когда несколько штук я оставила, и когда я узнала, как сказать, вот об этом сорте, что он и хорошо хранится, и что он вот такой вот, ну, и вкус у него хороший. После хранения, главное, интересно, что он не приобретает вкус травы, а остается таким же вкусным. Конечно, я оставила себе семена на развод, на будущий год он обязательно будет у меня в огороде, и я вам обязательно покажу его, как он растет, какой он летом. Что еще мы должны знать? Что плоды в длину доходят до 12 сантиметров, потом мякоть плотная, мясистая, вкус с доминированием сладковатых нот и фруктового оттенка. У него необычайно интересный вид, он имеет устойчивость к скачкам температур, хорошая всхожесть, отличная завязанность, переносимость засухи и жары, а из минусов указано, что кусты обязательно нужно удобрять и проводить формирование. Все. Но тут дальше, как ухаживать за ними, я все не буду, это каждый может прочитать. Я вот просто хочу ваше внимание заострить на том, что вот этот сорт, который промелькнул мельком, вот в моем видео дегустирую томаты из подвала, там была общая дегустация, и я просто его назвала, но я решила посвятить ему отдельное видео, потому что этот сорт, у нас, например, в сибирском регионе, ну, по крайней мере, вот в нашей местности, он не сильно распространен. Я его ни разу не выращивала, но оказывается, что он заслуживает внимания. Кроме него, конечно, многие еще хранятся томаты. У меня прям дома, они в подвале, вот лежат до сих пор, добарао золотой, добарао розовый, потом, а, вот, это, ракета желтая до сих пор лежит, потом лежат эти же пресловутые наши банановые ножки, но банановые ножки, хотя лежат так же хорошо по вкусу, они уступают. Вот этот томат, он все равно вкуснее, он же, он прям по-настоящему томатный вкус, он очень сладкий. И вкус не теряет после хранения. Банановые ноги я есть не буду, мне не понравились. Аэрос мне пришелся по душе, все, всем рекомендую. Сразу скажу, что у меня этих семян в этом году нет, я его не выращивала на семена, я вообще не думала, не догадалась, что он у меня появится. Будут только на будущий год. Но, возможно, его можно купить где-то в магазине. Все, до свидания. Продолжение следует...